Всем привет! С вами снова я, Лодочник. И сегодня на моем канале стартует такая рубрика, как Обзоры. Да, наконец-таки она появилась. Вы могли много раз видеть в моих интро, как там было написано. Это похождения, игры и обзор. Похождения были, игры были, а обзоров еще не было. Так что вот. Поскольку это мой первый обзор, я не буду слишком сильно разглагольствовать. Поэтому у нас сегодня на обзоре гарнитура JBL T110. Из плюсов хочу сказать только то, что когда я их купил, я сразу же понял, что этот бренд меня не подведет. Потому что JBL не раз нас радовала своими колонками и наушниками. Во-вторых, хочу рассказать вам о самих наушниках. Их качествах, материале, цене, ну и, собственно говоря, что находится внутри коробки. Во-первых, материал. Материал здесь очень качественный и хороший. Не видно здесь никаких дешевых китайских поддельных частей. Видно, здесь такой качественный пластик. Можете послужить. Насчет материала хочу сказать, что материал очень крепкий и качественный. То, что провода нигде не перетянутся и не будут портиться. Насчет фижек хочу сказать. То, что здесь есть штекер, который будет непросто сломать. Ну, точнее, если захотеть, его может быть легко сломать. Но здесь он особенный. Потому что здесь он сделан изогнутым и из очень крепкого пластика. Поэтому он прослужит вам очень долго. Я вам гарантирую. Вторая фишка в этих наушниках, это их низкие частоты. То есть, если вы хотите послушать хорошую басистую музыку. Такие прям на басах прям. То они отлично подойдут. Также хороши для тренировок и каких-нибудь там пробежек. Давайте непосредственно перейдем к самому анбоксингу. Покупал я эти наушники в МВидео за 750 рублей. Что я вам скажу, не очень-то и дорого для человека, который, ну, не слишком сильно ограничен в бюджете. Когда мы открываем, нас радушно встречают документация китайская и гарантия. Но кому это все надо? Вот. И у нас здесь встречаются две пары амбушюр. На более большие уши, на более маленькие. Это уже на ваше усмотрение, как стоять. Меня устраивает здесь средний. Средний. Да. Это все нам не надо. Камера в правую. Вот. Ну, в общем-то, да. Фактически, я могу сказать лишь только плюсы этих наушников. Потому что минусов я не нашел. Это очень хорошие наушники. По очень такой, ну, такой средней цене. Если вы хотите купить прям вау наушники, прям вообще, то самые такие крутые наушники надо покупать от полторы тысячи. У меня был вот такой опыт некоторый. Скажу честно, наушники эти свои цены стоят. И нечего больше говорить. Все. Ну, в принципе, я рассказал вам, что хотел. Первый обзор. Обещал много не разглагольствовать, но этого не получилось. Я в своем репертуаре. Ну, так вот. В следующем обзоре я постараюсь что-нибудь придумать. Возможно, вы увидите вот эту вот мини-студию не один раз. Так что вот. Давайте. С вами был канал Лодочник. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Такие вот прям лайки. И... Все. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok